Открытие буддизма Введение в тантру Ричард Герн, как мы упоминали в начале нашего сериала, учения Будды обширны по своему охвату и глубоки по своим следствиям. Наиболее глубокими являются его учения о тантре, которые также называют Ваджираяной. В их основе лежат любовь и добросердечие, правильный взгляд и полные отречения. Вы устали от привычной для вас жизни и готовы мужественно встать на путь избавления от самсары ради счастья всех существ. Если все обстоит так, значит практика тантры для вас. Под руководством опытных наставников ученики постигают методы визуализации, медитации, йоги-божеств и начитывания мантр. Это позволяет трансформировать загрязненную энергию в мудрость, чтобы ясно увидеть, кто и что мы на самом деле. Буддийскому практику очень важно понять, что чрезвычайно сложные и деликатные тантрические методы попросту не работают, а порой и представляют большую опасность для практикующего, если его мотивация не является в полном смысле альтруистической, поскольку эти драгоценные учения чрезвычайно сложны обрести в наши дни, в нашу эпоху. Давайте посмотрим, как извлечь наибольшую пользу из этой редчайшей возможности. Мотивация Буддийская монахиня Кони Миллер В этом фильме мы услышим о самых эзотерических учениях Будды, о тантре. Вы уже знаете, что альтруистическая мотивация особенно важна для практики этих учений. На самом деле, это очень похоже на сказки, которые вы слышали в детстве. Лишь герой с самым чистым сердцем способен освободить принцессу и спасти мир. Подобным образом, лишь наиболее искренний и альтруистичный духовный практик может добиться успеха в тантре. Будда сказал, что по своей изначальной природе наши сердца и умы чисты. Нам нужно лишь разглядеть эту чистоту сквозь завесы своего неведения. Прежде чем вы будете слушать эти учения, на мгновение сосредоточьтесь на этой изначальной чистоте вашего сердца и зародите твердую решимость достичь состояния Будды с помощью практики тантры, чтобы затем привести к просветлению всех остальных живых существ. Лама Туптен Еше Лама Туптен Еше родился в Тибете и получил образование в монастыре Сыра в Хасе. В 59-м он ушел из Тибета и со своим главным учеником Ламой Сопой основал монастырь Капан в Непале для преподавания буддизма западной публике. Они основали ФПМТ в 75-м и объехали весь мир, распространяя учения. Редкие кадры Ламы Еше в 70-х Мы можем изменить свои взгляды. Мы можем изменить свои действия. Не думайте, мои взгляды и действия обусловлены моей предыдущей кармой. Я ничего не могу с этим поделать. Это неверное понимание кармы. Не думайте, я без помощи. Мы обладаем силой. Мы люди. Мы обладаем силой изменить свой стиль жизни, изменить свои взгляды, изменить свои привычки. Эту способность можно назвать потенциальной буддовостью или потенциальной божественностью. В этом смысле буддизм является простым и универсальным учением. Он понятен как для верующих, так и неверующих людей. Величие человеческого существа заключается в том, что мы обладаем этим мощным инструментом. Любое проявление, любую энергию мы можем трансформировать в нечто иное. В тибетском буддизме есть много методов трансформации привязанности в путь к освобождению. Трансформации желания в путь к освобождению. Это методы, на которые делается особый акцент. Согласно буддийской точке зрения, человек способен положить конец любой проблеме. Важно самому понять это и постоянно подвигать себя к мысли. Это целиком и полностью моя проблема. И я могу с ней справиться. Могу положить ей конец. Такой взгляд на вещи чрезвычайно способствует внутреннему росту. Я искренне верю, что все мы, пусть даже мы не являемся великими созерцателями, не слишком преуспели в духовном развитии. Тем не менее, все мы пришли к определенному пониманию и способны убедить себя в том, что мы можем положить конец своим проблемам. Чаще всего нам не хватает осознания собственных возможностей. Мы постоянно принижаем себя. Поэтому тибетский буддизм иногда предлагает нам увидеть в себе Будду. Вы стараетесь видеть в себе Будду. Уверен, вы слышали о подобных вещах. До тех пор, пока мы считаем себя обычными существами, в нас нет пространства, чтобы увидеть себя просветленными. Лама Еше. Буддийский монах Туптэн Дон Друп. Туптэн Дон Друп – полностью посвященный монах из Австралии, практикующий тибетский буддизм в течение 26 лет. Он преподавал в центрах ФПМТ в 13 странах мира. Туптэн Дон Друп известен своим доступным стилем изложения учений, обширными знаниями, искренним сердцем и удивительным смирением. Учение в Валенсии, Испании. В тибетской традиции буддизма делается большой акцент на практику тантры, как на самый быстрый путь достижения просветления. Но дело здесь не просто в быстром достижении просветления. Изначально Будда преподал тантру бодхисаттвам, великим бодхисаттвам, у которых было невероятно сильное сострадание к страждущим живым существам. В силу этого сострадания сама мысль о том, что для достижения просветления нужно три безграничных кальпы, была для них невыносима. Пока ты будешь идти к просветлению, все это время живые существа будут страдать. Именно по этой причине Будда преподал быстрый путь достижения просветления, путь тантры. Он предназначен для бодхисаттв, существ с немыслимым состраданием. Весь тибетский буддизм буквально пронизан тантрическим взглядом на вещи. С тантрической точки зрения, учитель, квалифицированный учитель, является воплощением трех драгоценностей. Будды, Дхармы и Санхи. Очень полезно поразмышлять на эту тему. О том, как найти квалифицированного учителя, как построить правильные отношения с ним, поскольку это основополагающий момент на пути к освобождению и просветлению. Нам нужен человек, который не просто знает слова Дхармы, но который знает свой ум и умеет контролировать его мудро и умело. И не просто чуть-чуть умеет. Ведь чем к большим достижениям мы стремимся, тем более квалифицированный учитель нам нужен. Если мы хотим немного овладеть своим умом, нам нужен учитель с небольшими достижениями. Если же мы хотим достичь просветления, тогда нам нужен весьма и весьма квалифицированный учитель. Возможно, Будда. Учитель, который преподает тантрический путь к просветлению, должен обладать целым набором необходимых качеств. Поэтому, прежде чем принять решение, следовать тому или иному учителю, нужно тщательно проанализировать его качества, попытаться определить, обладает ли он необходимым набором достоинств. Настоящий гуру подобен айсбергу. Когда смотришь на айсберг, видишь лишь одну десятую часть льда, ту, что находится над водой. Девять десятых же скрыты подводной гладью. То же из гуру. Когда мы смотрим на великих существ, мы видим множество качеств. Даже на нашем уровне мы способны разглядеть эти качества. Но мы должны понять, что это лишь малая толика всех тех достоинств, которыми действительно обладает реализованное существо. Кирти Цэнша Принпоче Кирти Цэнша Принпоче родился в Восточном Тибете в 26-м году и в 6 лет был признан при инкарнации прежнего настоятеля Кирти Гомпе. Его главная задача практика, сохранение и распространение учений кала-чакры. Оставив Тибет в 59-м, он ушел в 15-летнее затворничество в Индии. Он один из учителей Далай-ламы и Туптена-сопы Римпоче. Занимаясь практикой дхармы, вы можете выбрать идти путем сутры или путем тантры. Сутра-янский поезд включает лам-рим, который обычно излагается для трех типов личности. Он адресован людям с малыми, средними и большими способностями. Три типы личности, представленные в лам-риме, также соотносятся с тремя главными аспектами духовного пути. Как говорится в одной из наших молитв, «Да сумей я зародить себе отречение, бодхичиту и правильный взгляд, и да сумей я завершить две стадии тантры». Как вы видите сами, в первой строчке мы упоминаем три главных аспекта пути. А затем во второй тантрические практики. Когда мы говорим о сутра-янских практиках или о колеснице сутры, мы можем также назвать ее колесницей причины. Когда же мы говорим о тантрических практиках, мы относим их к колеснице плода. Мы называем колесницу сутры колесницей причины, потому что здесь мы делаем упор на причины, которые принесут высшие результаты. И здесь под причинами понимаются практики шести совершенств. Щедрости, нравственности, усердия, терпения, концентрации и мудрости. Эти шесть совершенств включают метод и мудрость, которые и являются причинами, приносящими результат, к которым мы стремимся. В тантре мы делаем упор на другие аспекты, и поэтому здесь используется название колесница плода. Этот термин применяется потому, что в этих практиках мы ставим акцент на результат. С самого начала мы устремлены к результату, состоянию просветления и осознаем его как свою конечную цель. С помощью практик йоги-божеств мы пытаемся визуализировать, пытаемся представить, что уже достигли этого состояния. Так мы практикуем. В каком-то смысле мы перемиряем на себя тот образ действий, которого мы бы придерживались, если бы уже были просветленными. Существует четыре класса тантры. Тантра действия, тантра выполнения, йога-тантра и высшая йога-тантра. При изложении каждого из этих классов тантры их рассматривают на основе четырех разделов. Первый раздел — посвящение. Второй — обеты и обязательства, которые мы принимаем. Третий — путь, составляющий основу медитации. И, наконец, последний — изложение результата, которого мы достигаем. Итак, начнем с посвящения. Это первый шаг, когда мы открываем дверь в тантрические практики. Чтобы попасть в дом, необходимо пройти через дверь. Также, чтобы встать на тантрический путь, необходимо пройти определенную церемонию. И что эта церемония нам дает? Она дает нам разрешение на то, чтобы слушать различные тантрические учения, анализировать их и брать за основу для медитации. Важно понимать, что существуют разные уровни присутствия на церемонии посвящения. Некоторые приходят и получают всего лишь благословение. Другие же в полной мере получают посвящение. В чем же состоит это отличие? Каким образом мы различаем эти две группы людей? Если вы считаете, что не сможете соблюдать все обеты и обязательства, которые подразумевают получение посвящения, если вы чувствуете, что еще не готовы к тому, чтобы представлять себя большинством, тогда лучше не получать этого посвящения. Однако вы все равно можете присутствовать на посвящении и получать его как благословение. С другой стороны, если вы решили, что готовы взять на себя обеты и обязательства, готовы к выполнению этих практик, тогда вы обращаетесь за посвящением и получаете его. И тогда, естественно, вы обязаны хранить в чистоте обеты и обязательства и выполнять свои ежедневные практики. В тантре действия и тантре выполнения на первой ступени миряне принимают обеты индивидуального освобождения, то есть обеты прибежища. Они предполагают отказ от совершения десяти неблагих деяний. Помимо этих обетов принимаются также обеты бодхисаттвы. Когда мы практикуем тантру действия и выполнения, мы не принимаем тантрических обетов. В йога-тантре и высшей йога-тантре помимо обетов прибежища и обетов бодхисаттвы также принимаются тантрические обеты. Одновременно мы берем на себя обязательство выполнять шестиразовую гуру-йогу. Как видно из названия, эта практика выполняется за шесть сессий. Эта практика повторяется шесть раз в день, ежедневно. Если мы практикуем ниши и тантры, они выполняются в два этапа. Первый называется йога со знаками, второй — йога без знаков. На стадии практик со знаками мы представляем себя божеством, визуализируем божество со всеми его аспектами. Затем, на следующей стадии, мы выполняем йогу без знаков. Здесь мы медитируем на пустоту всех этих явлений. Если мы занимаемся выше йога-тантрой, мы выполняем практики стадии зарождения и стадии завершения. Опять же, это два отдельных этапа. Практики в той или иной степени схожи, но у них разные имена. На стадии зарождения мы представляем себя божеством, а на стадии завершения фокусируемся на практиках, которые очищают каналы, капли и ветра. Мы выполняем эти практики, чтобы сделать их более пластичными. Мы хотим добиться определенной степени очищения и пластичности витров и капель, которые перемещаются внутри наших каналов. Таким образом, мы достигаем очищения всех прочих аспектов нашего тела. И это позволяет нам не только укрепить здоровье, но также приблизиться совершенному существованию Будды, который является нашей целью. и так на стадии завершения мы стараемся очистить каналы и ветра, которые движутся по ним. Если мы сможем сделать их более податливыми, тогда в идеале мы сумеем добиться полного очищения ветров в наших каналах. И если нам удастся изменить движение ветров, это будет означать, что мы изменили тип ума, который перемещается вместе с этими ветрами. Вот о чем идет речь на стадии завершения. О полном очищении и пластичности ветров и каналов. Важно понимать, что большинство каналов нашего тела, которые должны быть прямыми, таковыми не являются. Большинство каналов перекручены. На многих из них есть узлы, а это означает, что потоки ветров и субстанций ограничены в своем движении по ним. Поэтому это очень важное упражнение. Некоторые люди любят физические упражнения и понимают ту пользу, которую они им приносят. И если вы способны осознать пользу регулярных упражнений для физического развития, тогда постарайтесь применить это понимание и для стадии завершения. Осознайте, что ваше ежедневное йога это тоже упражнение, но совершаемое для того, чтобы придать пластичность каналам, ветрам и субстанциям. Когда мы говорим о тантре, мы также употребляем термин мантра и часто говорим о тайной мантре. Мантра и тантра практически синонимы. Если мы посмотрим на этимологию термина мантра, то он состоит из двух слов ум и защита. И в переводе означает защита ума. Таким образом, все эти практики предназначены для защиты и не только тела и речи. В первую очередь в защите нуждается ум. Если ум защищен, тогда тело и речь автоматически во вторую очередь оказываются под этой защитой. И от чего же нужно защищать свой ум? От ощущения, что у нас обычное тело, обычная речь и обычный ум. Нам нужно защищать себя от мысли, что мы являемся обычными существами. Нам нужно защитить себя от обыденного восприятия явлений, а от ощущения их обыденности. Вот такой защиты мы ищем с помощью этих практик. И, наконец, мы подошли к объяснению последнего слова — тайной. Когда мы говорим о мантре или тантре, мы имеем в виду колесницу тайных практик. Мы называем ее так, потому что эти практики нельзя раскрывать. Раскрывать тем, кто не обладает необходимыми качествами для восприятия этих учений. Считается, что если вы рассказываете о своих тантрических практиках тем, кто не подготовлен к их восприятию, скорее всего, в них возникнет недоверие к этим практикам. Они перестанут верить в их действенность, а это то, чего мы стараемся избежать в этой ситуации. Для новичков более разумно посвятить больше времени практике сутры, а не практике тантры. Но это не означает, что мы должны полностью отказаться от тантрических практик. Важно понимать, что если вы будете опираться исключительно на сутру, вы далеко не уйдете. И тантра без поддержки сутры не даст необходимых результатов. Поэтому нужно всегда объединять сутру и тантру, так, чтобы они дополняли друг друга. Ученики. Что для вас тантра? Джонатан Ландо. Нередко говорят, что тантра — это учение, которое мы оставляем на потом. Учение для более высоких ступеней. Другими словами, вначале мы изучаем путь сутры, то, что тибетцы называют ламрим, постепенной стадии пути. Развиваем определенные базовые качества. Лама Цункапа называл это тремя главными аспектами пути. Отречение, стремление и готовность выйти за пределы страданий и ограничений. Затем постижение пустоты, понимание подлинной природы явлений. И, наконец, бодхичито — развитие добросердечия, твердой решимости достичь просветления ради блага других. Вкратце, это и есть основные составляющие пути сутры. Однако это не означает, что только когда мы достигнем результатов, на пути сутры, мы можем обратиться к тантре. Нет, практика тантры позволяет нам проработать те же самые темы на более глубоком уровне, подойти к ним более осмысленно. Лично для меня книга Ламы Еше «Видение в тантру» имеет огромное значение. Это очень живая книга. Она по-новому открыла для меня не только тантру, сколько три главных аспекта пути придала им новый смысл. Много лет назад, в середине 70-х, задолго до того, как я начал работать над этой книгой, я прошел затворничество по практике ваджирасатвы. Это практика очищения, которая считается очень важным подготовительным этапом в практике тантры. Завершив затворничество, я стал мысленно подводить итоги и понял, что главные качества, которые мне удалось развить с его помощью, это отречение. Хотя я выполнял тантрические практики и тантрические визуализации, на самом деле это затворничество показало мне, что тот обычный образ жизни, который я веду, с той доминирующей ролью, которая играет в нем мое обычное эго, не может принести удовлетворение. Даже если тот или иной объект кажется красивым и приятным, он может затем оказаться скрытой формой страдания и неудовлетворенности. Вряд ли я смог бы так отчетливо осознать это, если бы не выполнял тантрических практик. направленных на очищение моего восприятия, сосредоточение внимания и устранение основных преград, препятствовавших более глубокому постижению этой истины. Впоследствии, когда я работал над учениями Ламы Еше введения в тантру, где он отчасти касался этой темы и говорил, что тантра позволяет глубже постичь сутру, я действительно осознал, что это так. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ. Режиссер и продюсер Кристина Ландберг. Монтаж Линда Хаттендорф. Операторы Кристина Ландберг и Матео Пасигато. Помощник по монтажу Лиза Леви. Графика Адам Фокс. Музыка Наван Кичок Крис Хинс Уилл Йодер и Жерид Вуань Фильм озвучен по заказу фонда «Сохраним Тибет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова